здравствуйте дорогие садоводы огородники и цветоводы сегодня я расскажу вам как формируются огурчики понятно что если огурцы вы выращиваете на открытом поле на грядках то безусловно вы выбираете как правило короткоплетистые сорта и гибриды и они лежат у вас на земле и в общем то вы так и собираете огурцы без какой-либо формировки самого растения но если они у вас растут огурчики я имею ввиду растут в тепличке в укрытии в каком-либо то конечно они требуют формирования иначе вы с ними не справитесь и не справитесь даже с урожаем потому что будете пропускать много огурцов не вовремя их будете собирать они будут отбирать лишние силы а если уж семенные огурцы останутся то с растения вы не доберете процентов 70-80 урожая и именно из-за этого и нужно формировать наше растение что мы делаем вот у нас вырастает огурчик да обязательно конечно же у нас есть какая-то веревочка шнурочек опора для него поскольку поскольку в укрытиях мы сажаем все-таки длинные сорта те которые имеют большой рост и безусловно если будут просыпаться все боковые пасынки какие только могут то растение займет такое огромное место что солнца будет света будет не хватать влаги будет не хватать вы будете вынуждены поливать каждый день растения удобрять то же самое по несколько раз в неделю поэтому чтобы этого не произошло и растение развивалась органично давала нормальные красивые плоды такие как вы читаете в аннотациях и именно по этим аннотациям вы выбираете огурчики а я бы вам советовал все-таки обязательно обязательно испытать такой сорт как например фурор но замечательный гибрид просто отлично если вы попробуете его вы не пожалеете я уверен что этот гибрид вам даст огромный урожай вкуснейших огурчиков и так мы начинаем формировать формирование относится ко всем огурчикам которые вы посадили я имею ввиду и сортам и гибридов значит что мы делаем растение у нас вырастает примерно вот такой высоты ну скажем сколько здесь 40 сантиметров на нижних листьях пазухах нижних листьев у нас появляются вот эти вот пасыночки мы должны конечно же удалить не должно быть примерно на высоте 30 40 сантиметров никаких плодов мы убираем эти пасынки вот таким образом раз оставив малюсенькие крошечные пенечки раз вот там есть даже зависть мы ее все равно прищипываем убираем таким образом все соки направляются не к развитию этих пасынков а направляются вверх растение у вас растут 30 40 сантиметров мы производим вот эти процедуры корневая система обеспечивает рост дальнейших листьев и цветков значит мы обязательно должны закрепить растение а большинство растений все-таки любят вращаться по часовой стрелке вот таким образом после того как мы с вами удалили все пасыночки мы дожидаемся отрастания верхней части дожидаемся у нас растение поднимается но скажем там еще сантиметров на 30 на 40 и начинают цвести мы к этому времени должны удалить с вами вот эти нижние листья они тоже уже не нужны питанием растения обеспечивают листья которые находятся выше у нас во первых освобождается вот эта зона растение дышит конечно же мы можем удалить еще и семидольки вот эта часть у нас вот выросла еще на 40 50 сантиметров у нее мы оставляем маленькие боковушечки боковые вот эти побеги с одним плодиком пойдемте я сейчас вам покажу на другом растении что же нужно делать выше 30 сантиметров или 40 сантиметров от земли и так дорогие друзья огурчик наш растет что мы делаем дальше после того как мы оголили весь нижний стволик на высоте 30 40 сантиметров мы должны оставить на основном побеге который у нас растет листок и выходящие цветочки из этой пазухи этого листа все остальное мы удаляем вот таким образом чуть чуть раньше бы это сделать вот берем так и отрезаем буквально в пяти а может быть 7 миллиметрах от ствола вот остался лист вот он лист остался и из его пазухи выходят цветы а значит и плоды следующее еще мы удаляем точно так же вот идет основной стебель у нас вот идет следующий цветок узел мы берем и удаляем вот этот побег понятно да значит на основном стебле у нас на длине примерно 40 сантиметров остается только цветок лист цветок лист следующий убираем отрезаем хорошо считаем сколько у нас сантиметров примерно 25 давайте еще сейчас один мы уберем пасыночек вот она оставим опять же вот вот этот лист оставляем и вот цветочная кисть здесь даже по три плодика в некоторых местах есть дальше опять дожидаемся отрастания вот этих пасынков и уже уже оставляем на этом пасынке по одному-два плодику тоже примерно на высоте 40 сантиметров вот на последующей высоте мы оставляем буквально по одному листу уже на пасынке не на основном стебле а пасынок вырастает оставляем лист на нем и естественно еще и цветы а уже в дальнейшем даем волю нашим растениям и они растут практически как хотят все пасынки пробуждающиеся выше метра 20 примерно получается в общей сумме до 30 40 30 40 30 40 на той высоте уже идут и растут как хотят и вот там то как раз мы собираем самый большой урожай но зато здесь самые выровненные огурчики самые ровненькие в огурчики и конечно же дорогие друзья хотелось бы напомнить обязательно после любого травмирования растения мы с вами травмируем это обрезка растения да в чем-то мы помогаем им активнее расти подавать активный сок верхнюю часть но в чем-то мы их объединяем поэтому после каждой вот такой процедуры мы с вами обязательно должны производить хорошенький полив используя только теплую воду 22 24 градуса идеальная вода ну ладно давайте 20 26 вот это идеальная вода для полива ни в коем случае не заливайте стебелечки внизу не провоцируйте заболевание сразу как только вы полили буквально через полчасика вы должны порыхлить почву ну а если вы видите вдруг что у вас растение чуть-чуть начали тормозить сам развить то вы приезжали через неделю видели массу огурцов большие приросты и вдруг у вас закончился такой активный рост то конечно нужно уже заняться подкормкой и об этом мы поговорим с вами в следующий раз